Лучше чем в прошлом году. С начала 2019 в налоговую инспекцию поступило 26 тысяч деклараций о доходах, что почти на 10% больше аналогичных результатов прошлого года, рассказала заместитель начальника межрайонной налоговой службы Инга Гришанова. Есть, впрочем, и те, кто самостоятельно декларировать доход, не торопятся. Почему-то платильщики считают, что, как правило, они реализуют транспортное средство, которое было у них в использовании в собственности несколько лет, по цене ниже закупочной, чем когда они ее приобретали новую. Они считают, что сдавать декларацию в этом случае не надо. Нет, здесь действует общий порядок, прописанный в налоговом кодексе. Лето – пора отпусков. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на границе, когда из-за задолженности вас не выпустят из страны, инспекторы напоминают одинцовцам о заблаговременной оплате долга, узнать о котором можно в личном кабинете налогоплательщика. В рамках акции «В отпуск без долгов» сотрудники ведомства открыли мобильные офисы, которые работают на территории крупных предприятий и в торговых центрах. Там можно проверить свой личный кабинет и получить ведомости для оплаты, если это необходимо. Доход бюджетов муниципальных образований Одинцовского городского округа, городского округа Краснознаменск, городского округа Власиха поступило 3 млрд 587 млн рублей. Из них НДФЛ 1 млрд 107 млн, земельный налог 196 млн, налог на имущество физических лиц 63 млн и поступление в областной бюджет по транспортному налогу физических лиц составили 158 млн. Также в рамках пресс-конференции говорили и о налоге на профессиональный доход. Физлицы, которые перейдут на новый режим, смогут платить по льготной ставке всего 4%. Предусмотрен и налоговый вычет, правда, только один раз – 10 тысяч рублей. Роман Поповьев, Евгений Бравлев, телекомпания Одинцова.